Мы хотим, чтобы патриотов, из них не сделали козла отпущение. Мы приехали поддерживать своих друзей. У меня только один вопрос у мамы. Один вопрос. Как мужчины, которые воевали, которые знают, как может... И за что воевали? Нет, не за что воевали. Мы воевали за родину, за то, чтобы к нам не пришла война, за это не воевали. Как может мужчина, у которого практически не работает правая рука, когда он приезжал домой, он ел левой. Как может, у которого не работает правая рука, да, он правосек, он сильный физически. Но как может ли он вырвать автомат у СБУшника, у Альфовца, у которого черный пояс карат. Передернуть затвор, опустить запубежник. Не работающий правой рукой. И расстрелять в упор. Не работающий правой рукой. Возможно ли это? Если кого-то обвиняют человека в каких-то содеянных правонарушениях, потому что нужно доказать, что это преступление, то фотографии его лицо не показывают. Когда все это произошло, фамилия висела на каждом заборе, фотографии в каждом экране телевизора светились. А после этого, через три дня, через неделю, разогнали все батальоны, все батальоны ликвидировали, попытались ликвидировать правый сектор и выгнали из страны Коломойского. После событий с Денисом Гордеевым. Вот у меня только два таких вопроса. Почему? Все, наберешь. Касаемо незаконных обвинений, у нас на каждого где-то по 10-11 статей, которые все особо тяжкие. То есть вот некоторые господа, вот видите, он там сидит впереди, вот такой немножко грустный. Еще пока что прокурор Цапий, на которого сейчас открыто пять уголовных дел, которые он никак не может закрыть, как бы он ни пытался. В том числе за все нарушения, которые он в течение полу-полтора года делает. И так далее, и так далее, и же с ним. Это люди, которые считают, что патриоты, если их взять и посадить за решетку, они патриотами перестают быть и больше перестают бороться. На самом деле они ошибаются, и ошибаются они уже полтора года. Продолжение следует...